Продолжение следует... Это способ выжить. Старину даже говорили... Путайся с моей женой, но не трогай мой шлюз. В этой шутке есть доля истины. Из-за воды здесь убивают. Водные войны. Дороже золота. Субтитры создавал DimaTorzok Лос-Анджелес — это оазис с 12-миллионным населением. Здешняя река — просто узкая канава. Оазис этот создан человеческими руками, и многие окрестные жители стремятся сюда. Им нужна чистая питьевая вода, а вокруг ее не так-то много. У кого вода, у того власть. А за власть обычно воюют. Сотни лет индейцы американского запада жили в пустыне, где вода всегда ценилась на вес золота. Белые, решившие перехитрить природу, украли у них землю и надругались над их обычаями. Но недавно индейские племена одержали победу, важную для их культуры, для их традиций, победу большого политического значения. Все мы верим, что природа, окружающая нас, деревья, птицы, животные — наши братья. У них есть душа, они нуждаются в нас, и мы понимаем друг друга. Наши обряды, наши традиции тесно связаны с рекой, несущей жизнь этому миру. Реки, рыба, леса — это часть наследия завещанного предками. Это мир, дарованный нам создателем, чтобы мы охотились и ловили рыбу. Это последнее, что еще осталось у нашего народа. Если вы отберете этот мир, вырубите леса и осушите реки, мы просто перестанем быть индейцами. В резервации Виндривер живут индейцы Арапаху и Шошоны. В тысячи миль и в тысячи лет от Лос-Анджелеса. Зато в резервации есть то, в чем нуждается город — контроль над водой. Штат Вайоминг начал судебный процесс против индейцев с целью ограничить их права на воду. Шошонам и Арапаху повезло. На их землях есть нефть и газ, средства продажи которых идут на оплату борьбы за гораздо более ценную вещь в этих местах — воду. Судебные издержки обошлись в 39 миллионов долларов. Дело слушалось в Верховном суде Соединенных Штатов. Интерес индейских племен защищала адвокат Сьюзан Уильямс, недавно окончившая Гарбард. Индианка Сью по происхождению. На слушание дела прибыли представители индейских племен со всех концов Соединенных Штатов Америки. Зал был полон. Интерес был так велик, что стены суда не смогли вместить всех желающих. Если у индейцев будет вода, значит, у них будет реальная власть. И борьба разгорелась именно вокруг этого, вокруг настоящей политической власти. Мощным рычагом, который на Западе, является вода. Индейцы, получив права на воду, одержали победу, но они слегка перегибают палку. А жизнь весьма жестока. Конфликт между индейцами и белыми возможен в любой момент. Индейцы контролируют воду. Им гарантированы права на третью часть водных ресурсов. И они могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Это означает, что воду оставят там, где она и была, в реке, в резервации. Кэт Вендмойер, гидролог, еще один специалист индейского происхождения. Вода — это все на Западе. Вся западная экономика связана с водой. Все хозяйство региона базируется на воде. Сюда приехало слишком много народа, потому что правительство решило, что восточное побережье перенаселено, и наш край нужно превратить в страну белых фермеров. Правительство прислало сюда солдат, которые изгнали индейцев с их исконных земель, и продало эти свободные земли людям, которые приехали сюда с полной уверенностью, что федеральные власти создадут им все условия, вложив в ирригационные системы миллионы долларов. В течение ста лет американское правительство перегораживало реки, чтобы пустыня расцвела. Наконец, мечты людей стали сбываться. Правительство сказало, вот земля, здесь есть вода, мы поможем вам обустроить эти земли, и у вас будут свои фермы. Люди трудились от зари до зари, не покладая рук. Зачастую они жили впроголодь. Возможность оплатить счета к концу года была для них редкой удачей. И вдруг кто-то приходит и неожиданно отнимает у них 10 тысяч кубометров воды, которая им так необходима. У белых фермеров в этих краях, конечно, станет меньше воды. Я не думаю, что это плохо. Может, они потребляли ее слишком много. Решение суда по поводу прав индейцев на использование воды заставит белых людей расходовать и экономнее. И тогда воды хватит всем. Зато ее излишек обеспечит развитие социально-экономической жизни в нашей резервации. Ферма Фрэна Фокса находится в резервации. Вода для него вопрос жизни. Теперь он не знает, сколько воды ему достанется и когда она ему достанется. То, о чем я владею, то, что раньше составляло мою гордость, доставляло мне радость, обесценилось. Не стоит буквально ни гроша. Вот этот ячмень, например, это все, что у меня есть. Я трачу 40 тысяч долларов, чтобы возделать и засеять землю. А без воды все это теряет смысл. Здесь не вырастить ячмень или что-нибудь другое, не посадить сад. Совершенно ясно, что без воды тут не прожить. Каждое утро в гидрологическом центре идет распределение воды. При помощи компьютера определяется количество воды, необходимое фермеру. Распределение воды по участкам здесь, в Кроухат, очень сложное дело. В резервации обрабатывается 250 наделок. Вода отмеряется по старшинству поселения, начиная с 1868 года. Поэтому соседние участки могут получить разное количество воды. А при ее нехватке, как сейчас, права поздних поселенцев, в основном белых, ущемляются. Мы начнем с 1965 года, потом 1905 год, затем 1868. И пока хватит. Сегодня мы с вами все рассчитаем и распишем количество воды. А завтра пойдем по участкам. Вы просили измерить ров Фрэна Фокса. Вы его измерили? Надеюсь, вы взяли с собой кого-нибудь на всякий случай. Неужели нет? Со мной был шериф Дюбой. Шериф Дюбой, что ж, отлично. Лучше не накалять атмосферу. Вы же знаете, что Джек Минчестер пообещал пристрелить любого, кто появится на его участке. Так что сложности впереди. Мы на передовой водной войны. Перестрелка возможна в любой момент. Эти шлюзы контролируют количество воды, направляемое по каналам на фермы. Водники, как их называют, следят за этим. Сколько там? 3,7. Сверяясь со списками, составленными гидрологом, водники регулируют шлюзы. Это шлюз Френа Фокса. Просто, но довольно эффективно. Шлюзы запираются на цель. Однако, сломанные замки и украденная вода для этих мест не редкость. Очень часто можно обнаружить сухой ров. Это опасная работа. Водникам приходится быть дипломатами. В этих краях вам с удовольствием расскажут множество историй о кровавых баталиях у шлюзов. Не мудрено. От воды в этих каналах зависит пропитание всей семьи. Здесь яснее всего видны последствия решения Верховного суда. Не знаю, чем это кончится. Не знаю. Но, видимо, влиятельные люди и политики, которым под силу принять решение, изменить обстановку, ждут, пока что-то случится, кто-то умрет или взорвет дамбу. или кто-то тронется умом, пойдет в наш местный магазин и начнет стрелять. Все это может случиться в любую минуту. Здесь дело не в индейцах. Дело здесь в другом. Эти законы о воде, принятые давным-давно, похожи на бомбу замедленного действия, которую сбросили сто, двести лет назад, и которая вдруг взорвалась. Представьте себе малышей, играющих в песочнице. И какой-то взрослый говорит одному из детей, весь этот песок твой. Белые фермеры Кроухат собираются и обсуждают свои невеселые дела. От решения Верховного Суда никуда не денешься, но они надеются на компенсацию. Я вижу единственную возможность. идти законным путем. Не получится. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Стоит местному проповеднику упомянуть про воду, как Пасква слушает, затаив дыхание. Вы, наверное, знаете историю о человеке, который шел долго-долго по бескрайней пустыне. и так этот человек шел под палящим солнцем все дальше и дальше, становилось все жарче, все суше. Человека охватил страх. Ум его помутился. Он умирал. Он умирал от жажды. И вот так бредет он из последних сил и вдруг видит перед собой водяной насос прямо в песке. Ржавый, старый водяной насос, который, на первый взгляд, вообще не работает. И видит он в раскаленном песке рядом с насосом. Сейчас я покажу то, что он увидел. Смотрите. Это была бутыль с водой. Сердце его забилось. Бутыль с водой в центре пустыни. А к горлышку бутыли была прикреплена записка. В ней говорилось, путник, возьми эту бутыль, вылей ее в насос всю, до последней капли. А другой рукой качай насос. Ты должен качать и качать без устали, до изнеможения. Качать до тех пор, пока не пойдет вода. Источник этот никогда не иссякнет. И еще там была приписка, и в ней говорилось, напейся сам и наполни бутыль для идущего следом. Вот такая история. Суровая и поучительная. Пока проповедник укрепляет в вере прихожан, индейский комитет обсуждает преимущество создавшегося положения. Впервые за сотни лет судьба улыбнулась индейцам из резервации Виндривер. Давайте обсудим результаты нашей последней поездки в Вашингтон на прошлой неделе. Благодаря контролю над водой индейцы приобрели политическую силу, о которой и не мечтали. Это повергло белую общину в смятение. Впервые федеральный закон принял сторону коренного населения. Положение критическое. Белые боятся, как бы права поздних поселенцев не были нами ущемлены. Значит, индейца притеснять можно, а белого не трогай. Так что ли? Понимаете, либо в нашей реке не будет рыбы, либо фермеры лишатся земли. Властям, конечно, нет дела до нашей рыбы. Мы тут решали сложную проблему, а ты все упростил. Да уж, упростил. Обстановка действительно крайне напряженная. Самое страшное, участились расистские выходки против коренного населения. В ресторане индейцы могут облить водой, захлопнуть перед ним двери банка. оскорбить на улице. И улучшения пока не предвидятся. Страсти накаляются. Все знают, что вода для Запада очень больная тема. Здесь ее слишком мало. Но индейцы будут бороться за воду, чего бы это им не стоило. Индейцы запада следят за развитием событий в Винд-Ривер. Однако, из-за воды конфликтуют не только индейцы и белые. Хотя, большая часть воды идет на поля, Запад все-таки нельзя назвать только страной фермеров. 90% населения живет в городах, таких как Данвер, например, или Лос-Анджелес. Города здесь растут очень быстро, как и во всем мире. Им нужно все больше воды, им не хватает ее, как и фермерам. Повсеместно муниципальные власти пытаются скупать права на воду, чтобы вдоволь обеспечить ею своих жителей. Вода главное богатство западной части Соединенных Штатов, которая определяет размеры городов и экономическую базу. От нее зависят новые рабочие места, наши успехи и поражения, которые ведут или к экономическим кризисам, или к процветанию. Большое значение имеет состояние окружающей среды, природа, которую мы должны сохранить для поколений, которые будут жить здесь через столетия. Вода наша наивысшая ценность. Мы можем пересесть на электрические автомобили, но воду нам заменить нечем. Многие фермеры уже столкнулись с проблемой перекупки воды. Пару лет назад приезжает к нам торговец с недвижимостью и спрашивает, не продаем ли мы землю? Я ему отвечаю, нет, наша земля не продается. Потом посоветовался с сыновьями и они говорят, можно продать, если цена хорошая. В общем, я позвонил ему и мы встретились через месяц. Он предложил хорошие деньги и мы согласились. При этом он сказал, что если мы передумаем, мы сможем или арендовать эту землю, или выкупить обратно. Дело казалось выгодным. Мы ударили по рукам и я подписал бумаги. А через день или два я узнал, что это был человек из Торнтона и что воду с нашей земли они пустят в Денвер. Торнтон новый пригород Денвера. Таким путем он пытается обеспечить свое растущее население водой. Все промышляют этим, не только Торнтон. Форт Коллинз в девяти милях отсюда купил воду, Крили в двадцати милях купил, Виндзор покупает. Они все покупают воду. Они боятся, что скоро воды не останется. А вот что случилось, когда города раскупили воду? Земля засыхает, падают урожаи, цены растут, население беднеет. Таковы печальные последствия. Поэтому власти не афишируют подобную куплю-продажу. А вот Крейгу Харрисону скрывать нечего. Бойкий комиссионер сочетается в нем с библейской внешностью. Бродить по канавам его хобби весьма выгодное. Только на западе возможно заработать деньги таким способом. Эта вода вытекает вон из того канала. И если купить здесь участок земли, мы получим права на часть воды. А на следующий день можно купить землю, лежащую в 10 милях отсюда. Главное в моем деле самому излазить все эти канавы и выяснить, как они соединены между собой. Сразу становится понятно, у каких городов сложности с водой. Крейг водный брокер. Он давно сообразил, что всем на западе от городов до гольф-клубов нужна вода. И он просто помогает людям продавать и покупать воду. Как насчет того предложения? Надо пойти и взглянуть, Рэй. Спустимся в долину и все проверим. Хорошо. Сколько там воды? На полмиллиона долларов. А здесь где-то на миллион. А сколько это в кубометрах? Около 700 кубометров. Порядочно. Можно неплохо заработать. Восемь лет назад Крейг начал заниматься водным бизнесом. Ну что, так и не решился, Рэй? Все зависит от цены, Крейг. Крейг пытается убедить Рэя войти с ним в долю. Обговаривая детали сделки, Крейг обычно производит впечатление на собеседника своими картами. Здесь у него настоящий макет штата Колорадо, где есть даже скалистые горы. Это его гордость. Высокотехнологичное оснащение позволяет Крейгу делать прогнозы и убеждать собеседника. Эта карта помогает мне осмыслить сегодняшнее положение дел и увидеть некоторые возможности в будущем, что для меня очень важно. Рэй, главное, чему я научился за это время, предвидеть будущее городов. Я исследую коммуникации. Посмотри, как развивается городское водное хозяйство. Видишь, поток идет отсюда сюда, проходит по городу, и снова попадает в эту дренажную систему, которая расположена здесь. Глядя на карту, сразу становится ясно и понятно, куда будет расширяться город и где появятся новые кварталы. Все зависит от дешевого водоснабжения. Благодаря этой карте я могу с полной уверенностью сказать, какие земли стоит покупать, а какие нет. Рэй, я хочу показать тебе, над чем я сейчас работаю. Это строящийся новый Денверский аэропорт. Представь только, это будет мост, соединяющий наш город со всем миром. посмотрим на новую автостраду под номером 470. Для развития ее инфраструктуры тоже понадобится вода. Здесь я попытаюсь провернуть пару сделок с куплей продажи прав на воду с большой выгодой. Я куплю права в этом районе. Для этого города куплю воду здесь и потом продам в этот город. 5 миллионов долларов наличными. Вот в чем суть многосторонней 24-миллионной сделки. Значит наибольшую цену за воду дадут здесь, очень высокую здесь, а наименьшую вот здесь. Итак, я зарабатываю деньги и облегчаю жизнь целому региону с населением больше чем 2 миллиона человек. Рэй, вот сертификат номер 92, содержащий 29 акций корпорации Кэмпбелл Девелопмент. Подпишите. Здесь тоже. Теперь расписка в получении. А теперь я хотел бы получить деньги. Конечно, для корпорации Харрисона. На этом все. все. Благодарю. Спасибо. Эта простая сделка принесла Рэю новые источники воды, а Крейгу некоторую прибыль. Спасибо. Спасибо, ребята. Порядок. Разумеется, из-за таких сделок воды в западных штатах больше не станет. На юге Колорадо, в Сан-Луис, Велли, находится подземное озеро. Я бы сказал, целый океан талой воды. Все американские корпорации развития водного хозяйства и другие компании собираются добраться до этих запасов и перекачать их за сотни миль в Денвер на продажу. Это действительно сводится к вопросу политической власти. Одна из причин, по которой Денвер ищет новые источники воды в том, что Денвер собирался купить воду в местечке Eagle Pine. В тех краях живет немало влиятельных лиц. Джерри Форд, наш экс-президент и другие политики, которые помешали сделке. Денвер оказался в патовой ситуации. Население увеличивается, а необходимое для года количество воды взять, как ни старайся, просто негде. Попытка решить эту задачу заводит в тупик. Что бы мы ни предприняли, уверяю вас, люди останутся недовольны. В Сан-Луис-Вальде есть подземное озеро, и если нам удастся перекачать его в Денвер, то местные жители останутся без запасов воды. Думаю, вряд ли им это понравится. Сложность в том, что вода находится под землей. В прежние времена здесь добывали золото. Со всей страны сюда стекали старатели в надежде на несметные сокровища, сокрытые в подножьях этих холмов. Но мало кому удавалось добраться до этих сокровищ. И все-таки золото здесь есть. Я имею в виду огромные запасы воды, ведь вода стала дороже золота. Она может принести процветание Сан-Гуис-Вэлли. Бадди Уитлак, менеджер Бака Рэндж, этой компанией владеет вся американская корпорация. Его план выкачать воду из-под земли и пустить ее в города. Местные жители ненавидят этого человека. Люди считают, что корпорации собираются разрушить их привычный образ жизни. В Аламозе, самом крупном поселении округа, выходят газеты, посвященные борьбе с корпорацией. Жители Сан-Гуис-Вэлли гордятся победой поселка Литву-Рэй. Любой местный политик тут же потеряет свое кресло, если он за продажу воды. Люди и мелкие предприятия борются против корпорации. Нам всем еще жить на этой земле, поэтому мы не позволим здесь хозяйничать все американские корпорации водного хозяйства. Моя дочь живет в Денвере, у меня там есть друзья. Я так думаю, что в Денвере многие даже не слышали о существовании Сан-Гуис-Вэлли. У них свой мир, там есть где жить, там есть что делать, но если им нужна вода, то почему они ищут ее так далеко от дома? Вспомним Эмпрео-Вэлли в Калифорнии, который остался без воды, или Ганнисон, который тоже остался без воды. Вся вода со всего штата не может стекаться только в Денвер. 4 июля в Сан-Гуис-Вэлли. Спасибо, сенатур. Спасибо, что тебя ждут. Спасибо. Боб Пастора и Луис Энц, члены законодательного собрания от Сан-Гуис-Вэлли, решили проехаться на этом стареньком паровозе и пообщаться с избирателями. В поездку они пригласили сенаторов от города, чтобы показать им деревушку, которую хотят разрушить. Жители нашего города в среднем потребляют не так уж много воды, а экономика всего штата держится на Денвере и на выпускаемой там продукции. Что вы на это скажете? Слушаю вас. Вы могли бы решить проблему путем экономии при помощи счетчиков, установленных в системе водоснабжения. Мы вложили большие средства в установку счетчиков по всему городу. Скоро счетчики будут стоять в каждом доме, в каждой квартире. отлично. Мы планируем завершить эту программу через два года, и у каждого будет счетчик на воду. Мы понизили мощность напора воды. На чем еще экономить? Может быть, на питьевой воде? А что, неплохая мысль. Применительно к вам. А что вы скажете о ваших парках и бульварах? О парках, которые вы плеваете Арканзасской и Колорадской водой, тратя миллионы галлонов воды. Вы пытаетесь вырастить на них то, что не растет в вашем районе. Вы бы еще райских птиц привезли и посадили бы голубые ели. Вы правы. Мы решаем этот вопрос. Но не забывайте, что мы широко применяем метод вторичной переработки воды. Это переработанная вода. А вот вы используете воду вторично? Конечно. А не лучше ли нам будет перекрыть утечку воды из Колорадо, пока мы не опустошили наши запасы? Как вы считаете? Лучше для вас, но не для меня. Вообще-то меня не интересует, откуда возьмется вода. Она нам просто нужна. А кому не нужна? Что ж, позиции определились. Мы должны защитить нашу воду. Хорошо бы вам понять, что у нас самих мало воды, ведь мы живем в пустыне. Наши грунтовые воды почти полностью использовали. Мы сами берем воду у Нью-Мехико, Техаса и даже из Мексики. И нам не рассчитаться с ними. Мы вечные должники. На нашей земле слишком много фермеров. Даже на фермеров воды не хватает. Луис фермер в четвертом поколении, он выращивает картофель, и ему не хватает воды. У нас ее просто нет. Что там говорить о миллиардах кубометров под землей, когда на поверхности нет ни капли. Опустите соломинку в стакан с водой. Коснитесь кончиком дна, потяните воду губами и получите каплю. Таким количеством воды мы пользуемся в Сан-Луис-Вэлле. И это печально. Сан-Луис-Вэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэллэлэллэллэллэлэллэллэлэллэлл В Сан-Луис-Вэлли страсти не утихают, а подогревают их люди, которые не разобрались в сущности проекта. Со мной перестали здороваться друзья. Иногда мы страдаем от хуганских выходок. Громят почтовые ящики, разбивают вывески, уезжают по телефону. Все это не очень-то приятно, но я терплю только потому, что верю в проект. Эта земля была пустыней и снова станет пустыней. Это вполне возможно. У нас 7 дюймов плодородного слоя, даже в Сахаре больше. Так что если мы не защитим нашу почву, наши луга, в которые вложено столько труда, все это исчезнет. Находятся люди, которые утверждают, что долина превратится в пустыню, покрытую слоем песка и пыли. Это совершенно противоречит нашим расчетам, произведенным на основе научных исследований. Я думаю, идет борьба за выживание. Людям в городах давно пора понять, что они связаны с землей не меньше, чем мы, живущие в поселках. Мы все хранители наших общих природных богатств. Невозможно выкачать из-под земли всю воду, а потом ждать урожая. Люди в городах не понимают, что рискуют остаться не только без воды, но и без еды. Намерение корпорации выкачать воду из-под Бака Рэндж возмутило местных жителей, и они обратились в суд. Законы о воде в Колорадо достаточно спорные. Штат разделен на семь водных районов, и в каждом свой суд. В Сан-Луис-Вэлле арбитр по воде Роберт Огберн. У нас в Колорадо разработаны особые законы, связанные с водой. В нашем штате семь судей на семь водных районах. Я в шутку иногда говорю, что это семь водных оракулов. И себя я представляю не иначе, как дельфийским оракулом из Рио-Гранде. Судья Огберн начинает слушание дела против всеамериканской корпорации. Доброе утро, дамы и господа. Слушается дело номер 86, раздел 46. О нарушении закона о воде всеамериканской корпорации водного хозяйства компаниями Бака Рэнч и Бака Корпорэйшн, представители которых находятся в зале суда. Видно, и знатоки права прибыли в Денвер на слушание дела. От корпорации Джек Росс. Осторожный, сдержанный, но, подобно Иакову, красноречивый. От Сан-Луис-Вэлли Дэвид Робинс. Горячий, волнующийся и как Исайя волосатый. Этого нет ни в испанском, ни в мексиканском законе. И в уложении 1860 года нет ни слова о том, что можно забрать воду. Дело Сан-Луис-Вэлли сложное. Эта часть Колорадо принадлежит Соединенным Штатам меньше 150 лет. Итак, какими законами должен руководствоваться суд? Американскими, испанскими, применявшимися прежде в районе Бака Рэнч, или мексиканскими? Это позволяет нам опираться на мексиканский закон о собственности. Больше всего здесь подходит уложение 1860 года. Тем не менее, я утверждаю, что следовать этому уложению нельзя. Об этом как раз говорится в четвертом пункте уложения. Что вы имеете в виду? Согласно уложению, они могут распоряжаться тем, чем владели в 1860 году. Спасибо. Сегодня мистер Робинс и жители Сан-Луис-Вэлли победили. Но война законов будет длиться еще долго. Даже если бы денверские адвокаты выиграли, это не решило бы более серьезных проблем. В водных войнах у Денвера есть враг, куда более могущественный и коварный, чем Сан-Луис-Вэлли. Я очень обеспокоен экономическим и политическим могуществом Калифорнии. Здесь сильное лобби, а в Лос-Анджелесе больше конгрессменов, чем у нас в штате. Это огромная сила. И я так думаю, они попытаются забрать нашу воду, потому что, как известно, где деньги, там власть. Штат Калифорния с населением в 30 миллионов человек по экономическим показателям занимает восьмое место в мире. На севере штата климат сырой и холодный. На востоке видны снежные вершины гор. Южная часть с населением в 20 миллионов человек – пустыня. Если полить эту пустыню водой, взятой с севера или с гор, и воткнуть палку, то она зацветет. Вы знаете, что в 40-е годы прошлого века люди стремились сюда за золотыми слитками. А в 40-е годы нашего века другие люди сообразили, что вода, правильно использованная, превращается в золото. Это были алхимики своего времени, которые стали делать золото из воды, зарабатывая на воде деньги. Они скупали земли, орошали их и выращивали невиданные урожаи. Или строили на земле дома с бассейнами и издавали их богатым туристам. Либо перепродавали дома и снова скупали земли. В общем, вода стала чем-то вроде жидкой валюты. Лос-Анджелес всегда считался магическим местом. Еще сто лет назад город славился только своими апельсинами. Но в 1905 году город тайно откупил права на воду у Оуэнс-Вэлли, что в двухстах милях от Сиера-Невады. Под руководством Уильяма Малхолланда, легендарного председателя комитета по воде и энергии, был построен акведук, ведущий из Оуэнс-Вэлли в Лос-Анджелес. Он считался величайшим инженерным достижением своего времени. Он принес Лос-Анджелесу процветание, а Оуэнс-Вэлли превратил в безжизненную пустыню, лишенную воды. Этот исторический эпизод хорошо помнят жители Сан-Луис-Вэлли. В Калифорнии множество дамб, и оросительных систем. Некоторые каналы тянутся на сотни миль, доставляя воду с заснеженных гор на гигантские фруктовые плантации Калифорнии. Их владельцы обладают долгосрочными контрактами на воду по заниженным ценам. В руках у богатых фермеров теперь сосредоточена политическая власть. Государство, несомненно, покровительствует этим людям. С его помощью они по дешевке получили 40-летний контракт на воду. В Конгрессе Соединенных Штатов идут настоящие водные войны. Понимаете, это не мелочь. Там идет большая игра, ставка в которой сотни миллионов долларов. Это как нефть. Возможно, еще дороже. Гораздо дороже нефти. За галлон питьевой воды мы платим больше, чем за галлон бензина. В один прекрасный день мы найдем замену бензину и другим источникам энергии. Но питьевая вода будет только расти в цене, а бутылка с водой скоро будет на вес золота. В прошлом месяце эти молодые люди сохранили 800 галлонов воды, установив ограничители напора воды. Вкладывайте деньги в отделение Уэллс-Фарго-бэнк, поддерживающего программу экономии воды ради нашего общего будущего. После четырех лет засухи Лос-Анджелес отчаянно пытается экономить воду. Вот Тони Маруфо, член городской бригады по борьбе с засухой. Мы ищем нарушителей, которые поливают тротуары, дорожки, гаражи, все, что не растет. И еще мы следим за тем, чтобы вовремя устранялись протечки. Подтеки воды на тротуарах знак того, что протекают трубы. Здесь течь. Очевидно, трубу прорвало. Я выписываю штраф. Да. На домовладельца. Срочно вызывайте сантехника. Когда это случилось? В понедельник. В понедельник? Течет с понедельника. Столько воды. Вы нарушаете программу по экономии воды в городе. К тому же, вы не бережете свои деньги. Вода стоит недешево. Не сомневайтесь, я сегодня же вызову сантехника. До свидания. Спасибо. Эй, приятель! Что? Решил полить тротуар? А что, нельзя? Нет. Разве ты не знаешь, что запрещено поливать тротуары? Впервые слышу об этом. Выписываю тебе предупредительный штраф. Численность испаноязычного населения очень быстро увеличивается. Как никакой другой город, Лос-Анджелес воплощает в себе идею земного рая. Корейцы, китайцы, вьетнамцы, мексиканцы, сальвадорцы, многочисленное англоязычное население. Всем нужна вода. Особенно не хватает ее в Чайна-тауне. Городской комитет по воде и энергии очевидно считает, что в городе достаточно воды для фонтанов, бьющих с утра до вечера. Заседание считаю открытым. В этом огромном помещении, напоминающем парламент какой-нибудь страны, заседает комитет управления водно-хозяйством Калифорнии. Члены комитета живут по заветам старины Билла Холланда, чей дух зорко следит за городом с выжженных вершин голливудских холмов. Ста милями севернее, в Санта-Барбаре, более изысканная публика с иронией смотрит на Лос-Анджелес. Здесь всегда отвергают услуги комитета по управлению водным хозяйством, надеясь избежать проблем с водой. Теперь здесь испытывают последствия пяти засушливых лет. Все, кроме Уолтера Берроуза. В уродливых выжженных газонах он видит экономическую выгоду. Я пытаюсь придать дому более товарный вид. Ничего не поделаешь? Пришлось обратиться к услугам мистера Берроуза. Вообще-то я подрабатываю томодой на свадьбах и юбилеях, а заодно помогаю людям продавать дома с выезженными лужайками. Человеку, приехавшему, краев для воды хватает, это, наверное, покажется странным, но лужайка, выкрашенная в зеленый цвет, повышает цену дома. Это совсем не значит, что мы пытаемся исказить действительность. Мне абсолютно ясно, что люди своими собственными руками создали этот водный кризис. Но кошки приносят котят, а собаки щенят, и никто не сможет остановить прирост населения, пытаясь лишить людей источника жизни – воды. Мне кажется, они могли бы купить воду сразу, если бы поставили вопрос на голосование на муниципальном совете. Не знаю, что их остановило. Запасы воды истощились. В отчаянии жители Санта-Барбары пытаются найти выход. В океан впадают целые реки прекрасной, чистейшей, прозрачной воды с далеких заснеженных отрогов прибрежных гор северо-запада Британской Колумбии. Снег, чистый, искрящийся, наполняет ручьи и озера превосходной, живительной влагой. Канадская вода с нетронутых вершин гор. У нас были предложения по доставке воды из Канады. Вода там кристально чистая и недорогая, а вот привозить ее дорого. Нам это, к сожалению, не по карману. Сейчас мы рассматриваем два проекта опреснения морской воды. Мы надеемся наладить опреснители к 92-му году, иначе дефицит воды достигнет 80%. Дефицит в 80% подвергает риску не только сады Санта-Барбары. Недавние лесные пожары на холмах вокруг города показали, насколько жесток бывает климат пустыни. Если вы заведете в пустыню 20 миллионов человек и вдруг обнаружите, что там нет воды, то вам остается надеяться только на чудо. На всем американском западе города борются за приобретение воды. К счастью, американцы уважают закон и конфликты, и споры из-за обладания водой, конфликты между людьми одной национальности. В других уголках земли водные войны имеют менее цивилизованный вид. На западе Соединенных Штатов с его растущим населением все большее количество людей испытывает нехватку в воде. Вы знаете о конфликтах на Ближнем Востоке из-за воды, о конфликтах в Центральной Америке из-за воды, в Западных Штатах из-за воды, между Канадой и Соединенными Штатами из-за воды, потому что теперь, наконец, люди поняли, что запасы воды ограничены, что мы не сможем их возобновить. Без воды невозможно представить жизнь на этой планете, поэтому я считаю воду политикой будущего. автор сценария и ведущий Майкл Эллиот оператор Джон Элс звукооператор Джон Притчард художник Том Брукс монтаж Дэвида Томаса продюсер Майкл Уолдман Майкл Datab Mandy Кfaель Майкл Майкл Корректор Mayo 열 Продолжение следует...